С вами Наблюдатель и я, Алексей Юдин. Сегодня мы будем говорить о религии. И у нас есть замечательный повод. Какой? Смотрите. Третье воскресенье января каждого года отмечается День религии. Причем не просто День религии, а Всемирный День религии. И вот для этого серьезного разговора мы пригласили гостей, экспертов, знатоков каждой своей области. Но все у нас про религию. С нами сегодня Борис Зинович Фаликов, специалист в области новых религиозных движений, и доцент Центра изучения религии РГГУ. Здравствуйте. Добрый день. У нас Борис Александрович Малышев, историк-японист, также доцент Центра изучения религии РГГУ. Здравствуйте. Людмила Геннадьевна Жукова, заместитель директора Центра изучения религии РГГУ. Людмила Геннадьевна, добрый день. И Алексей Владимирович Муравьев, историк-востоковед, руководитель ближневосточной секции школы востоковедения, высшей школы экономики. Алексей, добрый день. Так вот, смотрите, Всемирный день религии. Ну, вот такая вот переходящая как бы дата, ну, это январь. В этом году это 21 января. Всемирный день религии. Причем очень интересная инициатива. Это не день, установленный там организацией объединенных наций, не какими-то большими там серьезными людьми, а это религиозная инициатива. Впервые предложили отмечать день мировых религий Бахаи. Вот что это за религия такая и почему именно они? То есть, случайно это или нет? Борис, может, у вас есть какие-то соображения? Ну, поскольку, так сказать, Бахаи, это по моему ведомству, я изучаю новые религиозные движения. Ах, это новое религиозное движение. Это новое религиозное движение, которое возникло в середине 19 века. Возникла она в среде шиитов. Шииты это у нас мусульмане. Да, это мусульмане, шииты мусульмане в Иране. Вот, первым был Баб такой. Его так и звали Баб. Да, Врата, насколько я знаю, переводится. И затем его расстреляли. Вот, его расстреляли, казнили, поскольку, так сказать, с мусульманской точки зрения проповедь его имела кощунственный характер. Он говорил о универсальном посыле, как бы, что, да, что есть, в общем, в конечном счете, все религии, есть манифестации какого-то единого, очень важного, так сказать, месседжа. Да, и по-разному это все проявляется. Ну, для мусульманского уха это, как вы понимаете, ни в какие ворот не лезет. И вот эти ворота, то бишь Баб, был расстрелян публично. Так вот, что интересно, простите, да, что это не какой-то там философский, да, концепт, это вот там подумали, придумали, вот этот универсальный характер религии, а это было некое религиозное откровение для него. Да, да, для него это было откровение, вот, это подавалось как откровение. Потом пришел Бахаулла, вот, который, так сказать, тоже... То есть традиция продолжилась? Да, продолжил эту традицию, и вот они начали посылать миссионеров в разные концы света. Я, в частности, когда преподавал в Штатах, познакомился с крупными деятелями бахаизма в Вашингтоне. Вот, там была конференция у нас в Марилендском университете, и пришли они туда, вот, и потом я с ними День Благодарения встречал. Вот, когда я встречал там с ними, осень была, День Благодарения, там кого только не было, там были китайцы, там были японцы, кстати. То есть они собрали всех понемножечку, вот, и очень такой международный, как бы, дух там царил. Это такие рафинированные интеллектуалы американские, вот, то, что можно назвать... Тем не менее. Да, да, и вот, вот, для них этот, вот, как бы, международный, вот, этот аспект религии был очень важен, вот, и, как бы, вот, на День Благодарения это было очень все прозвучало так вполне. И, Парис, у вас был свой опыт общения с этими людьми, которые, вот, и предложили отмечать Всемирный День Религии. А вот смотрите, теперь общее предложение. Вы все специалисты в своей области, да, вы изучаете, там, свою, какую-то отрасль, да, религиозного знания, как, что, это потом выясним. Ну, предположим, вот, приходят эти милые люди, бахаи, и предлагают отмечать. Вот, как бы, этот день можно было... Ну, это не просто праздник, там, за столом все сидят какие-то тосты, а вот, что может происходить в этот праздник, то, что бы соответствовало характеру вот этого призыва о некой универсальности и вело, как бы, дальше, да, религиозное человечество. Вот, какие возможные форматы, предложения, Алексей, вот, что бы вы сделали бы в этот день? Ну, вообще, так получилось как-то, что во многом разные форматы сейчас предлагают молодежь, вот, поскольку мой сын... Отлично, давайте все о молодежи. Мой сын лингвист, он постоянно едет в экспедиции, я, как понял, лингвисты все, он сейчас уже изучает диссертацию, значит, лингвисты все постоянно играют в разного рода игры. Вот, значит, на самом деле, поскольку, а поскольку, в общем-то, одна из форм религии это и есть знание, гносис, да, то поэтому, в принципе, я бы предложил поиграть в игру, что мы знаем о... Вот, о религиях и поузнавать разного рода интересных фактов. Отлично. Вот, давайте прямо с этого предложения и начнем, да. Вот, передо мной такая книжка, у меня книжка-подсказка для детей с картинками, вот, про разные религии. Вот, мне очень нравится, как здесь представлены мировые религии прямо по разделам, да. Буддизм, о чем он? Вот, значит, у нас есть некие мировые религии. Вот что это такое? Давайте их перечислим. Мировые религии – это что? Ну, это, прежде всего, аврамитские религии, да? Триаврамитские религии. Триаврамитские. Это у нас что и кто такие? Иудаизм, христианство, ислам. Это аврамитские. В хронологическом порядке. Ага. Так, они еще как-то по старшинству, по происхождению и так далее. Это аврамитские. Дальше у нас из мировых религий? Буддизм. 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 И вы знаете, индуизм становится, кажется, мировой религией. Потому что у меня в книжке подсказки, да, почему-то на последнем месте стоит индуизм. Вот что происходит с индуизмом? На мой взгляд, все-таки он потихонечку приобретает черты мировой религии. Знаете, коллеги, у меня вот, честно говоря, во-первых, ну, как вы все знаете, индуизм – это термин, существующий только в европейских головах. Ну, мы пока еще в Европе, да? Да, это верно, да. С одной стороны. Но с другой стороны, вот, когда англичане приехали в Индию и увидели все это многообразие, они стали на «хинду религиенс», там, или «хиндуизм». Ну, это такой экзоним, как говорят ученые. А так, внутри там существует много разных религиозных течений, которые мы условно объединяем понятие «индуизм». Еще, может быть, закономерен вопрос о религии ли это вообще, или это какой-то угол от жизни, философия, какие-то вот интересные вещи. Не то, что вот мы прямо называем религией. Так, прежде чем начнем игру, а что такое религия? Вообще, что значит это слово? Ну, это, знаете, как мы всегда начинаем разговор со студентами, что существует множество определений религий, такое же большое количество, как... Тут, знаете, вот проще давать какие-то такие определения, начиная с того, чем религия не является, или какие определения неправильные. То есть, вот, например, такое устойчивое представление, скажем, как мы часто говорим студентам, что вот если бы спрашивать людей на улице, хотя, на самом деле, может быть, стоит попробовать поспрашивать, никак-то мы не пробовали, что такое религия, да, что это вера в Бога. Но не то, чтобы это было неправильно, но это правильно для религий монотеистических, да, тех религий, которые... В этом вопросе Бог в единственном числе, а монотеизм – это вера в одного Бога. В единого Бога, да, но, скажем, для аврамических религий – это ответ верный. Вот те, что мы перечислили, да? Да, иудаизм, христианство, ислам. Вот, но есть... Тогда как правильно поставить вопрос? Поставить вопрос или параллели... Или ответить на него, я как бы уже на опережение иду. Ну, я бы сказала, что в религии, да, обязательно, есть некоторые обязательные компоненты – это представление о сверхъестественном и наличие ритуала. Вот, я думаю, что это не исчерпывающее, может быть, вот коллеги подскажут, что есть еще какие-то инварианты, да, но вот... То есть это необходимые, но недостаточные, как сказали по математике. Может быть, не знаю, вот как-то я... Мне кажется, что в любой религии есть представление о сверхъестественном и ритуале. Давайте так не будем далеко и глубоко раскапывать. А вот само слово «религия», оно имеет какой-то смысл? Ну, этимологически... Этимологически есть несколько теорий, но в общем и целом они все восходят либо к тому, что, значит, это некая связь, там, легара, там, или что-то в этом роде, вот, с одной стороны. А с другой стороны, значит, есть теория, что это что-то типа убеждения, напомните, второе объяснение, кроме религио, как от религала. Правильно, некоторые, вот, связывает соединять, да, первое значение? Второе... Вы не на экзамене, вы свободны, вы импровизируете. Четкое этимологическое объяснение нет. Что-то я помню, где-то в этимологии было с чтением и перечтением. Это если легера... Есть такое, да? Не получается, филологически лингвистически не получается. Не проходит. От легера вы никак не образуете форму религио. А. Потому что легио, от легера будет форма лек, лек-тео. Да. С перечитыванием не проходит. А что, какие у вас соображения, Борис? Ну, во всяком случае, если мы возьмем опыт дальневосточный, да, вот, вообще надо сказать, что понятие религия было не характерно для регионального сознания. Региональное, я имею в виду Китай, Японию, Корею, да. Вот этот ареал. Там любая мысль, любая традиция воспринималась как учение. Слово религия появилось впервые у японцев. Даже в китайском языке нет этого, слова и не было. Конечно, не как слово религия, а свое, японское слово было. Да, да, да. А что оно означало? Это понятие в европейском смысле выразить, да, думали, как это определить. Религия, да, связь не подходила для менталитета восточного, да, поэтому предложили учение школ, учение групп. Да, да, сюкё, если дословно перевести с японского слова религия, да, это означает учение школы, учение группы некой, которая, так сказать... Ну, множественное число, значит. Множественное. Это христа, это христианство, да, учение иудеев, это иудаизм и так далее, да, учение индусов, индукё, это индуизм. Вот сейчас вы обошли как-то ислам, а вот учение Мохаммеда существует... Ислам, мукё, конечно, учение мусульман, можно так перевести. Вообще говоря, в исламе, как таковой термин религия, не очень употребляем. В традиционной исламской парадигме есть иман, который есть вера, и есть понятие дин. Дин обычно переводится как религия. Ну, оно известно по всем этим Рашидом Дин, да, вот этот праведник веры, значит, переводится. На самом деле, дин – это религия. А это вообще очень древнее слово, восходящее ещё в глубокую древность, ещё шумеро-акадскую, со значением «порядок», «культура», «дин». Оно, кстати, лежит как компонент в слове названия города Медина, оно там также присутствует. Порядок и культура. А культура в каком смысле? Культура в смысле то, что отличает город от деревни. А, ну вот это, наверное, и про нас, хотя мы и для города, и для деревни. У нас с этим всё в порядке. Так, тогда давайте, значит, кое-что мы выяснили, даже посмотрели издалека, да, из вот этого дальневосточного далека. И мы понимаем, что все говорят о чём-то одном, но выражают это очень по-разному. И вот такое предложение, да, с которым я начал, как отметить, вот замечательный был проект «Сыграть в игру». Давайте вот сыграем, да. Ну, игра не игра, но такая типа викторины. Что мы знаем о, по крайней мере, мировых религиях? Я судорожно ищу подсказку в этой книжке, она у меня есть. Тут всё расписано, о чём ислам, о чём христианство, о чём иудаизм. Есть некая сводная таблица. Во-первых, значит, у нас аврамические религии, то есть аврамические религии предполагают, что у них есть что-то общее, то есть они все как-то имеют отношение к Аврааму. Авраам это у нас кто? Первый еврей, прежде всего, да, в иудаизме. Первый еврей, прямо так мы узнаем. Да, но первый, да, первый у Авраама в иудаизме есть титул Авраам Авину, да, Авраам наш отец. Вот, поэтому для иудеев это, ну, такая важная фигура. Вот, и, кстати, вспомним о том, что в Евангелии от Матфея, кстати, да, родословие Иисуса начинается от Авраама. Вот Авраам ключевая фигура. И для иудаизма, и для христианства. Для христианства. Это, по сути, некая стартовая фигура. Ну да, и для ислама. Для ислама тоже, да. То есть это отец веры, получается, да, наверное? Конечно. Так же, как христианство. Человек, который впервые вот ответил или проявил свою веру. Одно из основных сур, важнейших сур Корана, так называется, семейство Имрана. Вот Имран – это одно из имен Ибрагима. Ибрагим – это Авраам. Да, это Авраам по-арабски. Так, возьмем вот эти три авраамические религии, для которых есть вот как бы единый отец веры или по вере. Так, смотрим, что у нас. Сколько богов для авраамических? Один. Как всегда, ответ простой – один. Вот. Но на самом деле, если смотреть с точки зрения каждого, то от каждого на другого, то получается… А вот какие здесь могут быть проблемы? Вот, например, какие проблемы у ислама с христианством? Такие же, как и удаизма с христианством. А какие выдают так вот? Объяснитесь, господа. Ну, в целом, в целом, исламские теологии, ну, и иудаизм, в общем, хотя менее в развитом виде, рассматривает христианское учение о Троице как ширк. То есть, так называемую ассоциацию. Ассоциация? Буквально ширк переводится как «когда мы к одному богу присоединяем еще двух». А, извините, я это понял в каком-то юридическом смысле. Ассоциация Пресвятой Троицы, да, какая-то такая? Да, да, но это ересь, это с точки зрения… Ересь. Вот для ислама это и для иудаизма это тоже… Это ересь. Неправильное. То есть, это отступление от правой веры. Отступление от принципа единобожия, это ухида. Вот. Значит, у христианства есть какие-то в этом смысле проблемы. Хотя само по себе христианство считает, что, безусловно, оно чисто единобожие. Таких проблем нет. Но Троица сохраняется. Так. Теперь дальше смотрим. Значит, с иудаизмом, исламом, христианством по поводу богов разобрались. Буддизм. Да. Ну, что касается буддизма, здесь раздел очень большой, да. Буддизм – религия, которая не признает боготворца. Да. То есть, то высшее начало, да, трансцендентное страшное слово, да. Трансцендентное. Дентное. Все, употребили это слово. Употребили, да. Которое является первой источником всего бытия, да, всего мироздания. В буддизме этой концепции нет. Почему? Именно поэтому буддизм называют религию без бога, да. Вот места единому началу в буддизме нет, конечно, в буддийской философии. И то это вопрос, смотря в каком буддизме. Если мы берем так называемый классический буддизм, да, буддизм первого этапа, там действительно этой мысли нет. Но если мы посмотрим течение Махаяны, да, особенно которые возникают уже после третьего века нашей эры, да, то там теистическая идея постепенно начинает возвращаться. Это концепция сначала трех, потом четырех тел Будды, да. Пожалуйста, да. А вот что такое теистическая идея? Это вот то единобожие или просто представление о каком-то божестве? Ну, я бы сказал более широко. Теистическая идея – это идея, в которой присутствует понятие бога. Вот когда же. Прежде всего. Да, это главное. Потом уже трактовка. Один ли это бог, да. Множество ли это богов и так далее, да. Но теистическая концепция исходит из наличия некоего высшего начала. Что такое начало есть. Но формы его могут быть разными. Посмотрите, да, вот по поводу этого вопроса, который нужно задавать на улице и так далее, вот про религию. То есть вот в этом смысле буддизм. У нас получается, что представление о потустороннем есть, да, и второй какой был критерий, Мил? Ритуалы. Ритуалы. Практики. Практики. А вот про бога, оказывается, да, ничего не говорится. Нет. То есть то потустороннее, которое предполагается, да, вот в этом вопросе, и то, что есть в буддизме, вовсе не говорит о том, что есть бог. В том-то и дело. Но идея какая-то блуждающая в результате. Да, и более того, ведь божества в буддизме, да, это такие же страдающие существа в мире сансары, как и люди, да. Божества – это один из шести видов живых существ, которые все одинаково страдают, одинаково, так сказать, переживают перерождение, так скажем, да. Вот, они умирают, да, между прочим, и индийские боги тоже умирают. Боги умирают. Конечно, да. Во-первых, на них пыль начинает садиться, во-вторых, они начинают моргать. Это уже все. Глубокая геронтология, да, это уже признак того, что бог скоро, так сказать, он, правда, быстренько возродится в нос. И слегка глаз уже, да? Моргание, да. И потом Аватамсака, вот этот цветочный гирлянда, начинает увядать. Вот. Все, это значит уже скорый конец. Ну и быстрое возрождение, правда. Но, тем не менее, момент смертности божества имеет место быть. Смотрите, какой расспорт. Вот это слово, которое мы употребили, трансцендентность, да, вот неадмирность, которая вообще где-то там. И, с другой стороны, умирающие боги, на которых садится пыль, и еще жухнут цветы в гирляндах. Ничего себе. Это все религия. Это все религия. Это все религия. Так, значит... Если мы пойдем к индуизму дальше... Да, вот давайте вот к индуизму. Сказать, статус его как мировой религии... Много богов? ...иногда немыслимое количество богов, понимаете? То есть, их столько, что и посчитать невозможно. Там есть концепция аватары, то есть воплощения. И воплощаться они могут сколько угодно. Но основные там боги Вишна, Шива, Брахма, это как бы троица вот их, да. Ну, очень условно это называется. Никакого отношения, конечно, к христианской троице это не имеет. Вот, но вы знаете, что любопытно? Вот по мере того, как индийская культура входила в контакт с христианской культурой и с христианством, там же был очень мощный миссионерский христианский импульс. В начале 19 века, вот, когда начали бороться против сати, сражения вдов, вот это вот, когда вдова выходит на погребальный костер и так далее. Вот, индуизм отреагировал на это дело очень интересно. Во-первых, он стал доказывать, что он имеет полное право, так сказать, он такая же религия, как христианство. То есть, да, ну... И в том же смысле, да? Ну да, ничем не хуже христианство, вот. И, ну, то есть это вот возникло то, что вот, между прочим, немножко похоже на то, что возникло в 19 веке у нас при встрече с Западом. То есть, поделились на славянофилов-западников, а у них-то тоже, значит, индусофилы-охранители. И вот, так сказать, вот те, которые модернисты, неоиндуисты. Ну да, традиционная схема, ревнующие, да, и вот прогрессисты. Вот, ну причем... Те, которые сохраняют консервы. Да, совершенно верно, да. И потом потихонечку, потихонечку, вот эти, которые были западники, да, они так сказали. Постойте, ребята, эти здесь проповедуют, да, эти миссионерствуют. А чем мы хуже? И вот это был импульс для, так сказать, того, что индуизм, не уже индуизм, пошел на Запад. И это опрокинулось потом, да, в мир. Да, да, да. И вот появились Гавикананда, Аурабинда и прочие, прочие. Да, это импульс был очень мощный. Но они боги, я про богов все. А. Вот все эти Викананды и прочие товарищи, они боги? Нет, они не боги, но они, так сказать, достигли мокши. То есть просветления. Мокши это как? Просветления. То есть они абсолютно независимы от своего физического тела. То есть... То есть это полубоги. Вот как бы по-нашему, по-европейски, да? Это уже, чтобы в родительной степени, да, достигшие мокши, достигшие божественные. Божественные, но ближе всего, если в арамических религиях, достигшие праведности или даже святости в христианском смысле. То есть это вот близко к нашему пониманию святости. Да, возможно так. Только бог имеет право поклоняться богу. Значит, вопрос, сколько богов существует в религиях, можем ответить от одного до бесконечности. Будем правы, да? Да. Так, у меня тут следующий вопрос. От ни одного до бесконечности. От ни одного? Ну вот только что. Отличный вопрос. А что такое ноль? Ноль – это то, о чем я говорю, буддизм. Что исходный буддизм первоначальный был не то, чтобы антитеистическим, он был именно атеистическим, в том смысле, что, как нам из биографии Ситхарта яствует, он высказался очень осторожно, я не знаю, есть ли вообще боги. Вот там вот так. Есть, есть такой момент. Значит, вот даже такой ответ. От нуля до бесконечности. Да, и пытаясь дальше ответить на этот вопрос, да, возникает концепция шуния. Да. Шуния, да. Шуния, да. Которую невозможно объяснить. Да, 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 да. Это тоже принцип апофатизма, да? Не то, не то, не то и не то. Бог это не то, не то. Борис, следите за словами. Вы употребили слово апофатизм после трансцендентного. Вы второй раз. Что такое апофатизм? Моя вина. Тогда извините, пожалуйста, что такое апофатика. Апофатика – это метод объяснения, да, вернее, раскрытия сущностей объекта через отрицание. Данный объект является не тем, ему данное качество не присуще, данное такое, сякое и так далее. То есть через отрицание. То есть мы тоже можем пользоваться вот этим вот способом, да, апофатического. То есть это, да, не то, не то, не то, не то. И не то, да. Совершенно верно. Так, теперь смотрите. Следующее, да, здесь у меня такая важная подсказка. Что происходит после смерти в разных религиях? Вот начнем с ислам. Что в исламе после смерти? Мы же все вот как бы к этому причастны вопросом. Значит, в общем и целом, в исламе, по идее, происходит то же, что и во всех аварамических религиях. Некое загробное существование. Значит, поскольку ранний ислам заимствовал большинство этих представлений либо из иудаизма, либо из христианства, то в целом Коран высказывается на эту тему очень осторожно в сунне, то есть в предании исламском, чуть-чуть побольше. В общем и целом, люди после смерти находятся в некотором ожидании того, что называется Киям или Ялмаддин, то есть день суда, последнего суда, когда придет пророк Иса, то есть Иисус христианства. Значит, Иисус христианства в исламе тоже выполняет какую-то важную роль. Конечно, конечно, именно с него начинается Ялмаддин. Вот Дин, Дин, то самое слово. День Дина, день религии. День религии – это как бы вот день, он же день суда. Стоп, стоп, стоп. А может быть то, что нам предлагают наши друзья Бахаи, это тоже про это? Всемирный день религии – это вот может быть нет? Как вы думаете? Ну, я не знаю, это трудно сказать, я не буду поговорить. Вот там есть свой день религии, да? Да, да. В исламе день суда, он же, как бы можно его понять, как и день веры, религии, точнее говоря. Вот. И люди после смерти находятся в ожидании воздаяния за свои злые или добрые дела от Бога, от Аллаха, которые они должны получить вот в момент этого суда. То есть там по делам, да, вот идет суд. Да, но подробного описания этого загробного существования, так же, как и шоула в иудаизме, нету. Вот в христианстве, благодаря разного рода о географии, о житийном повествах, о житиям, а также в великой поэме «Ла дивина комедия», значит, Данте, у нас есть некие картины, там, котлы кипящие, там, угли. Этажи, там, ярусы, круги, так далее. Кругов. Какие-то черти, которые там шоула. Да. Вот. В исламе ничего подобного нет. И более того, вот подобная визуализация рассматривается в некотором смысле как нехороший, как грех, как ташбих. Прелесть, да? Антропоморфизм такой. Что про иудаизм, можем сказать, в этом плане? Там-то есть загробная жизнь, и тем более как-то структурирована, отстроена. Ну, иудаизм, и все похоже, да, похоже на ислам. То есть ясные картинки нет? Ясные картинки нет, да, это какие-то картинки, которые есть, очевидно, тоже под влиянием христианства, скорее, сформировались. Даже так? Да. Они в обратном порядке? Нет, вот в данном случае нет. Интересно. Да. Есть, ну, есть некое, вот, общее тоже ожидание, ожидание мессии, только в случае иудаизма это неисус, Ожидание мессии, да? Да, конечно. А мессия судья в этом смысле? Мессия судья, да. И с приходом мессии связывают, ну, помимо суда, да, всякие такие приятные последствия, да, с его приходом, в частности, восстановление, там, царства и переселение всего еврейского народа в землю Абитаванну. Ну, это здесь, да, вот, на земле. Да. А там? Там вот некое ожидание, да. И ислам, ни ислам, ни иудаизм не дает нам ясной картинки, в отличие от христианства. Ясной картинки нет. Есть некоторые картинки, да, но сказать, что вот это общее представление для иудаизма нельзя. Вообще, на самом деле, есть очень важная вещь, что вот эти все названия, там, Джанна или Рай, Рай да Сад, Сад. А это Сад? Это Сад, да, ну. Ну, как Эдем, да? Да, Эдем, конечно. Или, например, Джанна, это Гиенна, да, Гехенном еврейская ад. Это все только метафоры, они ничего не обозначают. А, то есть это не топонимы, а это? Нет, нет, спасибо. Так, а что у нас вот в прекрасном далеке? Да, в прекрасном далеке картина очень интересная и, пожалуй, сложнее остальных, да? Ну, мы так просто контуры и общие нарисуем. Да, 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 да. Ну, конечно, буддизм при всем своем своеобразии – это все-таки религия корня индийского. И поэтому, естественно, базовые мысли, которые в индийской традиции присутствовали и сохраняются, они перешли и в буддизм тоже. И, в частности, это концепция перерождений. Но как? Ведь буддизм не только Бога отрицает, Творца, да, он отрицает и душу, да, ее бессмертие и постоянство этой души, вот то, что называется Атман, да, или Атман. Вот, это буддизм отрицает. И что он ставит на место такой души? Он ставит поток сознания. Поток сознания, который не имеет ни начала, ни конца. Да? Вот. И каждая наша жизненная фаза, да, это своеобразная такая перекомпоновка пяти аспектов этого сознания. Так их назовем. Это очень сложная концепция с Кант и Тхарм. Да? Просто назовем, не будем. Сейчас это невозможно. Давайте объясним. Такая перезагрузка, связанная вот с этими пятью элементов. Ну, что нам будет наглядно и понятно, да, вот на протяжении всего своего существования вот эти пять компонентов меняются как стеклышки калейдоскопа. Вот мы с вами знаем, да, калейдоскоп. В трубочке находится определенное количество стеклышек, да, и когда мы его поворачиваем, у нас новый рисунок возникает. Вот это наш с вами жизненный отрезок. Ну, простите, этот порядок произвольный или он все-таки чем-то, как-то установлен? Он обусловлен всеми деяниями человека. А, тоже, значит, по делам, да? Дела человека в этой жизни каким-то образом влияют на... Да. Вот. И когда человек умирает, сознание его продолжает функционировать, дальше происходит интересный... Сознание продолжает функционировать? Конечно, конечно. Это называется сантона, поток, да, непрерывный. Опять же, простите, что мы как бы встраиваемся в какой-то поток сознания, да? Совершенно верно. То есть мы, то, что наше сознание натворило в прошлом, да, именно в силу этого мы имеем такую форму нашу, да, все те психофизические характеристики, которыми мы обладаем, вот как личность. Вот. Вот что это такое. Когда вот этот вот этап нашего жизненного существования сознание в этой форме себя исчерпает, то есть мы подойдем к концу, да, поток сознания дальше перекомпонуется, калейдоскоп повернется, да, и мы будем или лягушка, или зверушка, или наоборот, так сказать, каким-нибудь правителем и так далее, и даже президентом. Понимаете? Захватывающий у нас костюм, интересный. Неизвестный. Вот, причем в течение семи дней после смерти, да, вот А, то есть есть еще какие-то земные сроки, да, вот по поводу иного существования, во всех религиях есть какие-то сроки. То, что касается посмертного существования, да, вот здесь вот четко у буддистов, у них вообще все в цифрах, буддисты очень цифры любят, символику, арифмологию. Индийская математика. Конечно, конечно, это в буддизме очень, так сказать, распространено и почитается, да, вот, и вот что получается. В течение семи суток, так скажем, да, четко, совершенно, вот это вот сознание сначала приобретает тело астральное, вот, собственно, это и есть джива, да, то есть душа, как таковая, да, вот, ну, тибетские буддисты это называют еще гандхарва. Ну, Парк Ходал об этом подробно об этом, да? Совершенно верно, вот концепция Барду, да, вот эта вот посмертная, она как раз и составляет суть этого учения. Говорю, сейчас я вас опять призову к ответу, объяснять все те слова, которые вы тут нам наговорили. Ну, мы же на востоке. Есть какие-то аналогии, например, с христианским опытом? Вот там, чистилище у католиков или какие-то мытарства, это про другое в буддизме? Вот есть аналогия, но она очень отдаленная. Это сама концепция ада в буддизме. Он подобен чистилищу, он не вечер. Не аду христианскому, а чистилищу. Именно чистилищу, да? Вот, собственно, чистилище – это, так сказать, некое пространство, так скажем, да, где искупаются грехи, по сути дела, да? Неисповеданные, как правило, да? Потому что концепция чистилища, она на самом деле очень гуманная, да, вот, потому что ясно, что закоренелых грешников не так, в общем-то, много, как и абсолютных праведников тоже. Большинство людей – это, конечно, это монета с двумя сторонами, и светлыми, и с темными, и так далее. А в середине самое человечество и находится. Конечно, ну нельзя же все человечество взять и отправить в Тарт. Правильно. Вот, поэтому в чистилище душа, так сказать, искупает то, что она по тем или иным причинам не искупила вот здесь. Вот в буддизме концепция адов, да, там есть, правда, ад без избавления практически, как вечный, да? То есть тоже какие-то круги, ады, ярусы. Это когда совсем плохо, а для большинства людей, да, вот, так же, как вот в католической традиции концепция исчастилища, да, там душа искупает, да, вот свою негативную карму. Вот то, что набедокурило, вот это сознание в прошлом, да, вот, если уж так набедокурило, что надо чуть-чуть попечься, пожечься или, наоборот, посидеть во льдах холодных, да, вот тогда это туда. Вот. Каждый ад имеет горячую зону, это центр, и холодную зону, это периферия. Ну, может, просто спа какой-то салон, да? Вот. Так что видите, в бане... Вот тоже вот какие-то удивительные перспективы. И я понимаю, что это не те перспективы, которые открывает религия в нашем, ну, условно говоря, европейском понимании. Что с индуизмом? С индуизмом, знаете, там все-таки в чем-то проще, чем в буддизме, а в чем-то сложнее. Сложность проистекает от обилия богов, да? И у каждого из них, вот скажем, у Кришны, да, Кришна нам, это аватара Вишну, хотя сами кришнеиды считают, что наоборот, Вишна – аватара Кришны. Ну, ладно, пусть избирается, да. Значит, у него там как бы свое хозяйство, свое ведомство есть. Вот есть Байконтха, это вот такой небесный рай, некая, так сказать, штука, куда вот спасенные кришнаиты отправляются. Вот, уши в этом свои всякие дела, вот, но что любопытно на самом деле, что это не, как бы не высшая степень спасения, если так можно сказать, высшая степень спасения, это как в буддизме. Просто вопрос, а вот все эти заоблачные дали, все эти раи и так далее, они про спасение или про что-то другое? Они про блаженство. Про блаженство. Они про блаженство. Еще у нас спасение, оказывается, не равно блаженству. Да, блаженство, это, вот сказать, полное, там даже термин есть специальный. Причем у кришнаитов он немножко связан и с сексуальной энергией. Это такой фрейдизм, но наоборот перевернутый. Еще не я. Вот, значит, так вот, так же, как и в буддизме, высшая это, высшая это точка нирвана. Нирвана. Выход, выход из всего этого безобразия. Сансары. Да, из сансары. В ундинизме тоже самое. Сансары у нас что такое? Это круговорот бытия. Вот это вот карма определяющаяся, так сказать, вот деяниями определяющаяся круговорот бытия. Так, вопрос на, прямо вот, на поражение. А мы сейчас где находимся? Вот в этом круговороте? Да. С точки зрения? Конечно, с точки зрения. Вот то, что мы сейчас делаем, это мы вот болтаемся в этом холестине. Ходим по кругу. Конечно. Мы бегаем по кругу. Конечно, по кругу бегаем. Но, тем не менее. Вот в индуизме, вот это самое мокша, да, то есть, когда ты выскакиваешь уже, и ты уже не переродишься. Ты уже выскочил из сансары. Вот высшая точка. Так же, как если ты в Нирване, ты тоже не выскочишь, так сказать, ты выскочил уже из... Всё, вышел. Да, вышел за рамки. Вот. И это, да, это очень... Выход за рамки – это спасение? Ну, в общем, да. Да. Обычно, обычно используется наш термин европейский, да. Это всё-таки спасение – это очень сильно авраамический термин. Очень, очень сильно... Мы возвращаемся к опыту вот изначальному для нас авраамических религий. И даже я бы сказал, что всё-таки он даже в большей степени связан с мессианством, то есть, с определёнными чертами, например, в иудаизме и с христианством. Ну, термин вот наш, я ещё штрафных очков не получал, поэтому я имею право сказать одно слово. Вот сатириология, да, учение о спасении, да, учение о спасении. Сатириология – это учение о спасении. Да, вот он применяется и индусскими пандитами тоже современными. Так, давайте дальше двинемся. Маленькое дополнение. Когда мы говорим о спасении в контексте индуизма и в контексте буддизма, речь идёт о так называемом истинном бытие. Потому что мир сансары – это иллюзор, неправильный, искажённый. Матрис. Нет, это Матрис. Матрис. Да, это Матрис. Браво. Вот. Поздравляю, мы внутри Матрис. Вы внутри Матрис. Да, в самой сердцевине её, совершенно верно. В самой сердцевине. А вот поэтому… Вы считаете, что наша студия – это вот прямо почти… Ну, как-то… В буддийской точке зрения, как оно и есть, конечно. Изнутри другой религии на то, что мы сейчас с вами делаем. Да. Поэтому мы в неправильном бытие, искажённом, иллюзорном и эфемерном. Ой, прошу прощения. То есть временном, которое не имеет… Кстати говоря, это характерно, вот представление о настоящем бытии, как об иллюзии, как обмане, характерно не только для религии индийского корня, но присутствует и в некоторых направлениях ислама. Да, конечно. В христианстве. В христианстве, ну, в христианстве это такое маргинальное. А в суфизме, например, в суфизме довольно чётко рассматривается, что Ахера, то есть другой мир, потусторонний, он обладает большей реальностью, чем вот Дунья. То есть истинное и неистинное бытие, да, это наш вопрос ещё о реальности. Да, да. Так, у нас следующая подсказка, потому что я знаю, что у нас тут должны происходить какие-то перемены, про писание, про священные тексты, про книги. Вот у меня своя детская книжка, а что вы с вами? Вот это же религия книги. Ну, вообще говоря, да, все три религии аврамические. Аврамические. Рассматривается как религии книги. И, естественно, иудаизм, который стоит на понятии Торы, да, в общем и целом, как бы законы и книги одновременно, да. И, безусловно, христианство, которое является религией книги, в котором есть почитаемые, между прочим, уважаемые мусульманами Инжил, Таура, да, Инжил Евангелия, Таура Тора. То есть вот все эти понятия... Инжил все четыре Инжила? Что такое Инжила? Это большая, большая, большая дискуссия. А, то есть есть некое понятие. Понятие Инжил, что у христиан есть какой-то Инжил, но потом его испортили, и теперь... Вот теперь, теперешние христианские Евангелия. Вот просто такой вопрос. А что означают в аварамических религиях книги? Вот что такое... Ну, они же разные книги, да? Где-то они пересекаются, где-то... А вот статус книги... Значит, в исламском богословии есть понятие «калямат-эллах». Значит, слово Бога. Слово Бога – это таким называется Иса, он называется «калямат-эллах», слово Бога. Словом Бога называется и Тора, которое сообщено Мусе, то есть Моисею. И словом Бога называется вообще все то, что в пророках говорило. Вот поскольку ветхозаветные пророки почитаются мусульманами, и в Коране есть целая сура, которая называется «пророки». Вот. Поэтому слово Бога говорило, с точки зрения ислама, в этих пророках. И поэтому оно выразилось в том, что в какой-то момент Муса – это слово, так сказать, записал для иудеев в виде Тора. То есть, ну, как бы даровал им Тору. В исламе очень осторожно относится к термину «записал» или «создал». Обычно говорят, Коран был неспослан, или Тора была неспослана. Вот. Поэтому… Но ислам рассматривает однозначно, что все писания прежних времен уже не существуют в том виде, в котором были посланы. И осталось только последнее писание – это Коран. Коран. И вот это писание, да, я вот почти произношу послание, оно неспослано, да, это писание послания. То есть, оно вот прямо оттуда, не то, что вот оно написано кем-то, да, зафиксировано, оно прямо так было вот спущено сюда к нам. Да. И вот этот глагол «назала», который обозначает спускаться, вот он употребляется здесь. Потому что для христианства, насколько я понимаю, есть такой термин «богодухновенность». Да, писание. Ну, это примерно то же самое, да. Но там как бы под воздействием Святого Духа, да, или… Но не под диктовку, вот что у христиан с этой «богодухновенностью»? Насколько можно судить, примерно, мусульман, мусульман, исламское, значит, первоначальное представление о том, что такое Коран и как он записывается, примерно соответствует разделению в иудаизме написанную Тору и небесную, да, вот это вот. То есть есть Тора, которая у Бога, а есть Тора, которая записана. И она данная. А что такое, простись, Тора у Бога? Ну, это некоторые вот прообраз, да, Тора, такая вечная книга. Она все время там, или ее все-таки спускают на землю? Да, нет, ну как, ее вот спустили в какой-то момент. Ну, Моисея была дарована. А это скрижали, это… Ну, в каком виде она находится на небе, кто ж знает, это вот некоторый, можно сказать, план, да? Ну, пока здесь, да, вот мы отсюда пытаемся из глубины этой матрицы, да, что-то понять и разглядеть. То есть… Также и Коран, тоже самое, он существовал, как бы, существовал Коран как слово Бога, и он был продиктован, неспослан Мухаммеду, но Мухаммед был Амми, он был неграмотный, он записать ничего не мог. Поэтому то, что ему Бог не спасал, он сообщил своим соратникам, сподвижникам, так называемым, да, Абу-Бакру, там, многим, значит, которые, своим женам, в том числе, которые вот этот Коран уже в виде предания, в виде суммы донесли до тех, кто его записал. При халифе Усмане была создана комиссия, которая записала этот устный Коран, или как немцы, немецкие религиоведы придумали термин «Урр-Коран». Вот, значит, первоначальный Коран записали, записали письмо. То есть это уже земная фиксация, да, вот этого небесного Корана. Так, я знаю, Алексей, что у вас тяжелая судьба религиоведа, и вам надо двигаться дальше. Мы вам очень благодарны. Спасибо. Вот, очень прояснили сегодняшнюю картинку, и мы дальше отработаем. Спасибо большое. Спасибо, счастливо. А что у нас в этой Дальневосточной, да, Дали, с Коранами, Торами, вовшество, есть какое-то священное писание, буддизме, ну, с индуизмом разберемся, с синтаизмом, если мы говорим о Японии? Ну, буддизм возьмем. Буддизм, конечно, здесь, как и в каждой порядочной религии, должно быть священное писание, от которого, так сказать, отталкиваются, да. Вот, в буддизме это три пятака, так называемая, или типитака, если это язык Бали, да, три корзины мудрости, так называемые, да. Священное писание, оно состоит из трех разделов. Значит, первый раздел – это раздел, который связан с монашеской дисциплиной, раздел Винаи. Второй раздел – это такая, как бы, сердцевина самая основная, это слова Будды, это сутры, раздел сутр, да. И третий – это философские трактаты, да, так сказать, Высшая Дхарма, Абхиддхарма, да. Вот. Вот эти три раздела. Ну, вот они составляют суть. Три корзины, да. Три корзины. Вопрос вот по тому же сценарию. Откуда эти корзины? Корзины. Сверху спущены, здесь как-то появились. Вот, значит, что касается содержания корзин, да, это слова Будды. Будды в его земном воплощении, то, что он говорил, это главное, да. Вот это основа, да. Вот. А почему корзина? Тут все очень просто. Дело в том, что, собственно, когда Будда нес людям свое учение, да, китайцы еще не успели изобрести бумагу. И поэтому все записывали, на чем, так сказать, Бог положил. Вот. В Индии записывали на пальмовых листах, да, тексты. Вот древние тексты, да, записывались на пальмовых листах. Потом эти листы сшивались и складывались в корзины. Да. Вот отсюда корзина возникает. Отсюда все рукотворное, земное. Это рукотворное, земное абсолютно. Абсолютно, да. Вот. Потом, когда появилось направление буддизма Махаяна, да, в раздел сутр, да, и в третий раздел... Это вот слова Будды, да. Да. Были добавлены еще дополнительные сутры, да, и дополнительные трактаты. Вот. Но это отсебятина или это как вообще на это смотрят? Значит, вот появление... Это конфликт какой-то принесло. Появление, так сказать, священного текста в буддийской традиции, оно очень интересное. Как правило, оно находится чудесным образом. Все, принимаем такую версию. У тибетцев термы. Термы, совершенно верно. Да, да, да. Так, вот, а теперь переключимся на индуизм, потому что нам надо завершить этот важный раздел про священные тексты. Вы знаете, в индуизме их очень много. Начинается все с вед. Это, так сказать, тексты, которые были потом... Это умственная традиция, которая позднее была записана, вот, на санскрите. И это те, как бы, сказания и мифы, которые арии принесли в Индию, когда было завоевание. Вот. Потом к ведам добавились упанишады. Вот. Ну, там были брахманы еще, я перечислять всего не буду. Их там очень много. Ну, вот, очень важные... Ну, по крайней мере, это не три корзины. Нет, нет, нет. Важные очень упанишады. Это уже философская рефлексия по поводу, так сказать, вот тех откровений, которые были даны богами. Вот. Потом, параллельно с этим, стали появляться, как-то, такие, так называемые, и Техасы, то есть, исторические такие хроники, да? Вот. Но, на самом деле, это, конечно, мифология. И для индийского сознания не существует вообще понятия истории. Ну, что такое история? Ну, про мифы этому как-нибудь отдельно, да? Да, вот. Устроим разговор, но, по крайней мере, есть и такое. И, наконец, появляется очень важный текст «Пхагавадгита», «Песнь Господа». Это очень важный текст, и сейчас он особенно важный. Это к тому, что я уже говорил, что когда они стали мерить себя вот какими-то западными мерками, есть у всех, там, в аврамических религиях есть, там, Библия, там, Танах есть, да, у иудеев и прочее, а у нас должен быть какой-то эквивалент. И вот «Пхагавадгита» – это так называемая индуистская Библия. А, то есть, это уже какой-то вот корпус, да, священный мир? Да, хотя возник он, да, хотя возник он очень… Это, на самом деле, не корпус, это очень интересный нарратив. Это то, что, так сказать, это разговор между Кришной Богом, да, и Аржаной, лучником, вот, на поле боя, Курукшетра, там, где все сражаются, вот, пандавы с кауравами, пандавы хорошие, кауравы плохие, но вот в эту поэму, в эту песнь Бога… Это поэма? Поэма, да. Так. Вложен некий довольно глубокий философский смысл, очень глубокий, который актуален по сей день. И эта поэма, вот, да, эта поэма, которая актуальна, этот разговор по сей день. По сей день, да. Смотрите, это только начало было нашей, ну, такой просветительской игры. Дальше у нас должен был бы идти разговор про религиозные практики, про священные места, про различных лидеров религиозных. В общем, список огромный. Но мы заложили, как мне кажется, отличную основу. Тогда вернемся к началу нашего разговора, вот к этому вопросу. Вот вы все специалисты в своих властях. Да, знаете, ведаете религии и так далее. Вот такое предложение, исходящее от Бахаев. Праздновать или как-то отмечать Всемирный день религии. Вот какие еще могут быть события в этот день? Вообще, что стоило бы сделать, вот, ну, по крайней мере, 21 января 2018 года? Ну, я бы, конечно, предложила выпить, но не все смогут участвовать. Все ли религии с вами согласятся, Людмила Геннадьевич? Далеко не все, нет. Ну, какие-то все-таки согласятся. Ну, какие-то согласятся, да. Я думаю, что, ну, как адаптация к русской культуре, такое предложение, конечно, пройдет. А что еще? Вот как? Они могут вместе молиться? Я такую общую молитву, так называемую межконфессиональную службу, видела, например, в Голландии, где вот на территории, это, по-моему, была протестантская церковь, вот, и там на одной, ну, хочется сказать, сцене поочередно молились католики и даже индуисты. Они не вместе, они просто вставали на определенные места, по очереди каждый что-то про себя делал. Ну, была некоторая общая часть, вот все присутствующие пели, ну, вот, некоторые там песнопения на английском языке, которые... То есть, некое общее застолье, вот, возможно, а вот религиозно выраженное застолье, да, как некая такая терапеза, вряд ли пока. Хотя, вот, я помню, были опыты, например, в Асизе, когда-то еще в 90-е годы 20-го века. Нет, такие опыты есть, но... То есть, опыты есть, но результата пока нет. Да, пока нет. Вот, а что еще вот можно? Вы знаете, тут я, может быть, такую немножко, как бы, концептуальную вещь скажу. Вот, вы знаете, то, что происходит сейчас в мире, это, как бы, два тренда разнонаправленных в области религии. Один, я боюсь называть его либеральным, вот, но как-то другого слова мне сложно найти. Ну, бойтесь, не бойтесь. Главное, 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 это универсализм, вот именно тот поиск единого ядра. Истока. Истока, да, из которого, как бы, все возникает и идет. И это предполагает некие экуменические в рамках аврамических религий, и, или, выходя за рамки аврамических религий, некие, так сказать, межрелигиозные диалоги, да? Да. Вот, этот тренд есть. И вот Голландия в этом смысле, как бы... Вреди планеты. Да, да, такой... То есть, этот тренд существует, да? Существует. И создаем его либеральным в том смысле, что это путь свободы, да? Свободного поиска. Да, свободного поиска. А другой тренд? А другой, ровно противоположенный. Это крайне, так сказать, охранительный, крайне реакционный, фундаменталистский, его чаще всего называют фундаменталистским трендом, который присутствует во всех религиях. Да. Фундаментализм очень мощный там, где то, что социологи называют глобальный юг. То есть, это Латинская Америка, Африка, Ближний Восток и туда дальше. Так, вот два этих тренда, да? Один находится в каком-то свободном поиске, понимая, что нет, есть общее, да? Начало, есть общее ядро и, может быть, общий финал. Возможно, да? Возможно, да. Есть другой, который сидит каждый в своем на деле, да? Городившись, не принимая иной реальности. Да. Я думаю, то, о чем мы сегодня говорили, та инициатива Бахаев, она как раз про первое. Конечно. И вот то, что мне кажется очень важным и даже где-то трогательным, то, что это религиозное предложение. То есть, это не какие-то там мудрецы, да, философы, не какие-то продвинутые люди в плане вот обладания миром, сим. А это люди, которые своей верой, кстати, с таким вот драматическим опытом вынесли убеждение и предложили его другим. Поэтому, что бы мы ни устроили, что бы мы ни придумали в этот день, какие-то симпозии, да, ну, может быть, даже застолье, может быть, где-то молитва, может быть, семинар, может быть, обсуждение, все идет на эту общую пользу, на благо. Это вот тот свободный путь и поиска, исходящего из убеждений, что у нас есть что-то общее, исходное, и оно неотъемлемо. Присутствует это у каждого. Я вас благодарю за этот замечательный разговор, который для меня очень многое прояснил. Вот, и напоминаем, что в студии с нами были Борис Фаликов, Борис Малышев и Людмила Жукова, а также вот покинувший нас Алексей Моравьев, но давший нам очень много сегодня. Спасибо, всего доброго. Смотрите «Наблюдатель». Редактор субтитров А.Семкин